Добрый вечер всем! Мы неплохо начали первые две четверти, но в третьей произошел провал, начало четвертой, когда 12-0, по-моему, отпустили подряд. То есть и тайм-аут, и ничего не могло остановить, и как раз вот Енисей этим и славится. Хорошая защита, все смены, перехват, быстрые переходы, то есть мы не успевали даже возвращаться. Но хочу отметить наших ребят, что они все-таки не запаниковали, когда было минус 6, а наоборот остудились, сыграли умно, стали шаг за шагом хорошо защищаться, каждую защиту зубами выгрызать этот мяч, и в нападении перестали делать глупости, когда прибегаем, один против пяти лезет туда непонятно. То есть играли более умно, чуть пошире, и смогли тем самым контролировать ход игры, остановить вот этот спорт Енисея. И, конечно, я поздравляю своих ребят, для нас очень важная победа. Сейчас с этой победой мы на пятое место вышли, я думаю, что это большое задел для нас, но мы понимаем, что впереди еще очень много игр, у нас также выездных игр, и каждая игра для нас как финал, то есть мы понимаем, что в лиге ВТБ любая команда может обыграть любую, мы видели, что ВФ обыграет Химки, Зенит обыграет ЦСКА, еще кто-то кого-то, то есть если ты приехал неподготовленный или расслабленный, то естественно может произойти все что угодно, но думаю, что мы сегодня достойно сыграли, и, конечно, Енисея очень здорово выглядела в третьей, четвертой четверти, но еще раз повторюсь, смогли устоять. Игра проиграна, прежде всего в защите один на один, потому что с одной частью плана на игру мы справились, дали забить сопернику один трехочковый бросок, и это был один из моментов, который мы хотели остановить в нападении Автодора, но, к сожалению, один в один проиграли все, что можно было, отсюда и 30 очков у первого номера соперника, абсолютно, на мой взгляд, необоснованных, потому что игроки должны защищаться лучше в этой ситуации, потому что, когда маленький игрок забивает из-под кольца практически все, возникают большие вопросы к тем, кто против него защищался, и почему так получилось. Ну, теперь это уже дело, с которым нужно будет разбираться уже в тот период, когда сейчас будет пауза сборных, и, к сожалению, результат уже не изменить, как и защиту. Ну, и, может быть, еще в конце, когда достали соперника, и была возможность при равном счете атаковать и распорядиться мячом несколько иначе, некоторые игроки сложили с себя ответственность, поэтому было две неудачных атаки, которые практически решили исход игры. У меня все. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Вопрос в четвертой части. Уже за две минуты как-то прямые штрафные бросали. Второй бросок специально был, они там о чем-то сговорились, и вот второй как-то... Нет, не специально. Мы работаем над штрафными бросками, работаем достаточно много. Пробиваем их почему-то плохо, потому что у нас в прошлом году центровые пробивали лучше штрафные броски, чем в этом году полевые. Со две минуты до конца мазать нам было не надо, нужно было забивать два очка. И уже была готова замена на то, чтобы смениться и поставить другую защиту. Но этого не удалось сделать. В результате мы получили еще и двушку через того же Маэрса. Вот цена этого штрафного броска. Не забитого. Потому что... Если можно, а Сулейман сегодня, то, что у него трешки не летели, и двушки не летели, это было видно. Каждый раз атака заканчивается, он бросок и делает. Это его инициатива? Или это все какие-то схемы, которые были под него, и поэтому завершать нужно? Ну, что касается Сулеймана, если вы обратили внимание, то он в этом сезоне играет несколько иначе, нежели чем в прошлом. Вот. И... К сожалению, у нас не все устраивает в его игре. И уж это точно не задание тренера атаковать с первой передачи трехочковым броском четвертому номеру, у которого, в общем-то, этот бросок не самое сильное оружие. То есть это его инициатива. Но по сегодняшней игре его... Можно за это обвинять, но тем не менее он играл с довольно серьезной травмой. Старался помочь. И... То, что он принимал неверные решения, ну, их принимал. Не он один, к сожалению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok